Взгляд «Почему Россия без Украины может сойти с рельсов?» Л. «Почему Россия без Украины может сойти с рельсов?» 26 февраля 2019 года, 18.35 фото, Юрий Смитюк, ТАСС Доказывает российскому читателю, что большинство украинцев вменяемые люди, которые оказались заложниками агрессивного меньшинства, реальных жестоких репрессий, а также ковровой пропаганды, Доказывает российскому читателю, что большинство украинцев вменяемые люди, которые оказались заложниками агрессивного меньшинства, реальных репрессий против поднявших голос и голову, а также ковровой пропаганды, служащие фиктивной машинкой по промыванию мозгов дела неблагодарное. Для этого нужно тонко чувствовать, чем дышит реальная Украина, а не обезображенный образ страны, создаваемый нынешними ее руководителями и активно ретранслируемый в России. Нельзя этого прочувствовать и глядя на персонажей, якобы представляющих Украину на ток-шоу центральных российских телеканалов. Задача этих персонажей, работающих исключительно за деньги, выглядеть полнейшими идиотами, и они с ней справляются как нельзя лучше. Объяснять с пеной рта, что Украина не только не потеряна, но Россия все еще нуждается в ней, тоже сложно. Это задевает гордость. Крым, санкции, мобилизационный характер экономики породили эффект осажденной крепости. Нам никто не нужен ни Запад, ни Украина, Россия большая, справимся сами. Обыватель люфторит СМИ, которые неизменно продают ему две главные темы ненависть и патриотизм. Рейтинги растут все довольны. Так, раз за разом фиксируя суицидальный характер украинской социальной, культурной и экономической политики, Россия частично воспроизводит его же по-своему, не так масштабно, но все же воспроизводит. Но разухабистость, терпеливость и упертость, свойственная русскому духу, не свойственна современной экономике. Стратегия импортозамещения естественная, здравая реакция на санкционный режим. Но, как и любая идея, доведенная до абсурда, она работает уже не на благо, а во вред. Свежий пример. Недавно российские вагоностроители заявили о необходимости закупить внушительное количество железнодорожных колес в Китае. Для этого необходимо провести сертификацию производственных процессов на двух китайских предприятиях. Как же так? Ведь еще недавно предприятия ОМГ и Эверез заявляли о недозагруженности своих колесных мощностей. При этом количество вагонов РЖД, простаивающих по причине дефицита колесных пар, стремительно растет. На внутреннем рынке есть спрос, есть предложение, так как о каких закупках в Китае может идти речь? Выходит как-то непатриотично. Минпромторг спешит заявить, что потребностей в китайских закупках нет, но тут же оговоривается, что в случае необходимости они будут произведены, как-никак Китай наш основной торговый партнер. То есть по факту в министерстве признали, что проблема действительно существует. Схлестнулась нешуточная лобби металлургов и РЖД. Вопрос тем более серьезный, что речь идет о физической безопасности. Несвоевременная замена колесных пар или их плохое качество повышают вероятность схождения поездов с рельсов. Это, в свою очередь, огромные финансовые потери и вероятные человеческие жертвы. А предыстория всего этого такова. Традиционно РЖД закупали колесные пары на Украине. Качественные и несколько дешевле российских аналогов колеса производил украинский интерпайп Виктора Пинчук, к азиатю экс-президента Кучмы. Весной 2018 года российские компании добились введения заградительных пошлин на украинские железнодорожные колеса, а уже осенью интерпайп попал под российские санкции в отношении Украины. Российский рынок для компании де-факто был закрыт, на нем установилась монополия местных производителей. Ожидаемо цены на колесные пары стремительно пошли вверх, увеличившись менее чем за год почти в три раза. РЖД отказываются закупать колеса, несмотря на то, что потребность в них крайне высока. Вопрос не только в цене, но и в качестве. Растет число выявляемых дефектов колесных пар и букс. На эти элементы железнодорожного состава приходится огромная физическая нагрузка и маломальское несоблюдение технологии выплавки металла. Изготовление подшипника или колеса может стать причиной трагедии. Под стук таких колес цветные сны видятся как-то не очень. Здесь работают законы рынка в отсутствии конкуренции. Цены и качества движутся разнонаправленно, и совсем не в том направлении, в каком нам бы хотелось. Оказывается, что страна, которая запускает спутники в космос и производит ракетные системы С-400, не может наладить выпуск обычных железнодорожных колес, которые без проблем штамповала еще 50 лет назад. Патриотизм не экономическая категория, но стал таковой на Украине, и мы видим, к чему это привело. Россия рискует повторить ту же ошибку. Ни одна страна в мире не производит полную номенклатуру необходимых ее экономике и населению товаров. А те страны, которые к этому стремятся, не входят в число зажиточных. Экономическую специализацию никто не отменял. Стремление импорта заместить все и вся, руководствуясь не экономическими, а политическими соображениями, не усиливают, а, наоборот, ослабляет государство. Мер господдержки на всех не хватит. При этом нельзя отрицать того факта, что украинские олигархи в основной своей массе поддержали власть, установившуюся на Украине после Майдана. Сделал это и Виктор Пинчук. Принадлежащие ему медиа активно участвуют в разжигании ненависти к Донбассу, Россия и той части украинского населения, которая не слишком верит в российско-украинскую войну. Но если Россия целится в Пинчуко и ему подобных, то попадают в украинские предприятия, на которых работает то самое бессловесное украинское большинство, зашаренная украинская пропаганда и затюканная спецслужбами и активистами всех пропимостей. Украинские олигархи не представляют интересов этих людей, так же как нынешняя украинская власть не представляет интересов большинства граждан Украины. Пример с колесами не высосан из пальца. Те же РЖД все еще нуждаются в производимых на Украине электрических двигателях и генераторах. Конечно, часть украинской продукции, поставлявшейся на российский рынок, особенно в сегменте ВПК, Россия успешно начала производить сама. Организация производства собственных вертолетных и корабельных двигателей потребовала миллиардов долларов инвестиций. Эти деньги были изъяты из экономики. Но в данном случае у РФ просто не было выбора. Именно украинская власть запретила поставки двигателей в Россию, де-факто ограбив такие предприятия, как запорожская моторсича и николаевская «Заря Машпроект». Российская и украинские экономики все еще связаны хотя бы по той причине, что еще 25 лет назад это была одна экономическая система. Заменить производимую на Украине продукцию можно вопрос в цене этих усилий. Тем временем, пока две близкие страны соревнуются в том, кто быстрее сведет экономические и культурные связи между ними к нулю, мир стремительно движется вперед. И пока Россия заново учится выпускать вагонные колеса, другие страны инвестируют эти деньги в новые технологии. В какой-то момент умолкают раздражающие украинские политологи на российских ток-шоу, и вдруг оказывается, что вместо украинских колес нужно закупать китайские. И если российскому обществу будет окончательно навязан тезис «Да черт с ней, с той Украиной», не удивляйтесь, если следующей мыслью будет «Без Китая пропадем».